привет всем привет всем с вами лига music wars а значит сегодня у нас что-нибудь новенькое и интересное а мы сегодня идем ребят по разбору по разбору седьмого уровня мы сегодня пойдем по тем игрокам сумма которых составляет одну поездку в европу или неделю в таиланде или бесплатное питание в течение всего месяца в столовой это те игроки которые вкинули кучу денег ребята в игру это те игроки которых видите на полигоне и больше не играете в полигон это те кто тащат 1 к 30 это наши донаты сегодня у нас седьмой уровень ну и без долгих отлагательств давайте пойдем я вас познакомлю с четырьмя с четырьмя очень сильными игроками они по статистикам и характеристики выделяются в два раза сильнее чем все остальные на своем уровне ну и давайте не будем далеко в ящик откладывать и пойдем и так седьмые уровни седьмые уровни на самое лучшее что более-менее проходит это доминатора и первый у нас соответственно алиса орна но не смотрите что у них на студия заморожена соответственно у нее сейчас бонус от студии под ним в два раза мы будем как уж есть соответственно несмотря на этого человека есть два питомца слабых то есть ну ладно посмотрите ребят на характеристики для седьмого уровня. Если у вас характеристики на семнадцатом уровне меньше, чем у человека характеристики на седьмом, соответственно, человек на седьмом уровне будет вас очень больно пинать. Ну, это просто шедеврально. Конечно. Так, ну, давайте пройдемся по параметрам. Фиктование. Согласен. Полет дракона. Ну, спорно, так скажем. Второе дыхание одно. Ну, тоже спорно. Обязательно, да. Домохозяйка. Это обязательная атрибут. Это, да, я согласен здесь. Ладно, эти два это своеобразные. Тут ничего интересно. Так, второй амулет у нас получается на молнию. То есть, смотрите, у человека абсолютно отсутствуют защитные навыки. То есть, это чисто все атакующие навыки. Значит, лечиться он будет только за счет дракулы, за счет машины, соответственно, торгона, то есть, который у нас лечит. Ну, и робо-диджей. Если он у нее стоит, то надо еще посмотреть. В грабе, соответственно, у нас 875 миллионов, ребята. Ну, вот столько человечек у нас тащит. Прям миллионами. Ну, и давайте пойдем по заслугам. Соответственно, у нас третье место. The Best of the Best. Лучший в своем стиле четверное место. То есть, вообще, красавица. Ну, и здесь по турниркам 522 места. На районе 28. Первое место в Эвенте. 15 раз. Высших званий 10. И 262 кошмарки. Почти вся золотая. То есть, за исключением подарков. Ну, ты наверстывай. Надо и обязательно получить здесь золотую медальку. Ну, и, соответственно, здесь человек, видимо, не играет. Там, видимо, неинтересно. Туда же не задонатишь. Ну, и персонажа у нас 2,5 года. Это первый, кого я считаю очень сильным. Перейдем в рейтинг, соответственно. И пойдем к следующему персонажу. Так, на седьмом. На седьмом левеле. Второй персонаж у нас это Савельев. Это как раз, скажем так, персонаж, который больше дерется на музмехах. То есть, в последнее время я часто о нем слышал. Вот такой вот у нас персонажик. То есть, тоже выкачано. Смотрите, клеточка, пояс выкачан. Но характеристики уже 48, 41, 28. Но это все равно мощнее, чем многие даже на 17-20 уровнях, ребята. И человека есть подарок. Есть подарок, соответственно, Марк. Он хоть и единственным экземплярен, но все-таки присутствует. Дальше давайте посмотрим. У него есть фехтованный, но не так акуарно. Смотрите, получается. Дальше у него есть Крит. Есть второе дыхание. Ну, то есть, из таких. Ну, и, соответственно, у него 2 амулета на реанимацию и на молнию. Ну, тут такая своеобразная. Все-таки человек на реанимации, видимо, вывозит. Хотя, странно очень. Образом футболиста, допустим, того же нету. Ну, тут надо посмотреть. Своеобразно, скажем так, персонаж раскачан. Но, в отличие, допустим, от Алисы, у него есть атакующие и защитные хотя бы один, а у нее нету совсем защитных. В инфо у человека 836 миллионов граба. Играю, говорит, сам по себе. Странно, сидит в группе. И дальше у нас 372 места в турнирах. В рейтинге 4. Даже первое место в Эвенте взял. Хотя, смотрите, наград у человека нет. Высшее звание у нас одно. И кошмарчик у нас 89. Так, подарки человек не дарит. Савелев, надо как-то это вообще-то, как-то решать этот вопрос. Смотри, ни одного подарка нету. Ну ладно. Тут тоже своеобразно. Кстати, а что тут получается? Так, победить в битве на полигон и занять первое место пять раз подряд. Ну, это как-то ты вообще слабо прям. Так что давай, дерзай. Ну и скоро медалька у тебя, соответственно, за два годика. Так что старайся, старайся. Ладно, давайте вернемся опять к рейтингу, соответственно, для седьмого уровня. Доминаторы. Следующего, кого я хотел посмотреть, это Эпик Шоу. Поздравляю тебя с возвратом твоего имени. Хватит всякими этими баловаться. Эпик Шоу, должен быть Эпик Шоу. И, ребят, характеристики, соответственно, тоже под 50 тысяч. Часто на стриме у меня человек шутит, нападает на 17 уровней с фразой Фу, какая покость тут пришла. Ну, все, спрятано, конечно, у него. Плюс сундучок. Давайте пройдемся по умелочкам. Смотрите, у человека тоже выкачано фехтование. Ну, странным образом, смотрите, у него молниеносность, у него хонгельдон, футболист. Это чисто активные навыки. Но амулета у него два. На скорую помощь и, соответственно, на молнию. То есть, человек тоже своеобразно раскачан. Скажем так, не подходит под этих. Ну, я бы, допустим, вместо того же молниеносности лучше бы поставил крит. Хотя бы шанс дополнительный в 6% на атаку крита я бы улучшил. Но я не донат, мне не знать, мне не интересно. Дальше, смотрите, награблено, ребят, 452. Ну, 452 миллиона ребята награблено. И, заметьте, по грабежам предыдущих, предыдущих, получается, людей, у этого человека характеристики подходят под них, а граба намного меньше. Представьте, насколько больше денег влито в этот персонаж. Ну и, соответственно, поехали смотреть. Турниры 170, место на районе 3, место в Эвенте у нас 5, звание 2 и 224 кошмарки. Ну, куда еще? Эпик Шоу еще развивающийся, поэтому у него нет наград, так что все нормально. 2,5 года персонажу очень адекватно. Нет подарков. Как нет подарков? Эпик. Как подарков нет? Очень плохо. Зато есть музлайки, ребят. 10 тысяч музлайков здесь и 100 музлайков в этом событии. То есть, красава, молодец. Прям суперски. Ну и последний персонаж, но, конечно, как вы понимаете, не по значению. Ну, я рассматриваю, ребят, тех персонажей, у которых более-менее характеристики подходят под прям сказочных. Итак, Изи Уэй. Изи Уэй это последний персонаж. Почему я его считаю на четвертом месте? Потому что у человека не открыты нижние слоты. Как-то очень своеобразно, хотя питомцы, соответственно, студия выкачена и характеристики, ребят, если посмотреть под 50 тысяч. Ну, то есть, так знать, очень своеобразно. Ну, сейчас будем рассматривать его. А если вы считаете, что я неправильно рейтинг, как-то, ну, имею в виду, сделал, пожалуйста, можете написать в комментариях свой рейтинг именно по уровням, как вы считаете среди этих донатов. Ну и, ну, как сказать, человек, вот у него интересная характеристика, допустим, у Изи Вэя, у него, видите, смотрите, он не качает, ловкость совершенно не качает, она у него очень низкая, то есть, у него характеристики получается 2-1-1-2, а у предыдущих всех донатов были характеристики 3-2-1-3, то есть, ну, если кому неизвестно, что это такое, посмотрите мое видео «Сила или ловкость», и вы поймете, о чем я говорю. Дальше, давайте по умелкам. Ну, смотрите, вот тут, скажем так, все, ну, неоднозначно. Смотрите, сила, живка, соответственно, фехтование, активных навыков такие же стоят, как у Эпика, то есть, лечение и молния, однако, отсутствуют абсолютно активные нападающие, то есть, нет ничего. Я бы предположил, что надо бы хотя бы убрать там две прямо живки и поставить домохозяйку и крит. Посмотреть, как это сыграет уже на персонажа. И здесь тоже, вы-ка смотрите, да, 448 миллионов граба, ребят. Это самое главное, что, в чем вы должны качаться. Ну, вот, два персонажа, вот представьте, первых два по 800, а здесь по 400, поэтому вот примерно такой рейтинг. Соответственно, место в турнирах, ребята, 117 у нас, первое место на районе 25, в Эвенти 2, нету, ребята, наград, то есть, у человека, и 38 кошмарочек, то есть, вот так. Персонажу два с половиной года, два золотых, ребята, два золотых на 5 и на 6 лет. И, соответственно, нету тоже подарков. Как не дарят подарки, вообще не понимаю. И, смотрите, человек не занимал ни одного места в Эвенти, то есть, пока первого места нету. Видимо, ну, не хочет играть, или Башня Смерти, просто не нравится или не зашла. Я советую, по крайней мере, из его и выкачать хотя бы доспехи. Это даст еще дополнительный буст. Вот, это 4, ребята, персонажа у нас. Такого, прям, массового плана. То есть, они отличаются по характеристикам. Сейчас вы это увидите. Продемонстрирую вам. А давайте сейчас перейдем к разбору. Это средние характеристики на уровне, донатные характеристики, соответственно. И я вам напомню, что у каждого есть уникального из этих 4 персонажей. Я и стал меньше, соответственно. И сейчас мы, ребят, переходим к характеристикам. Характеристикам персонажа. Ну, а если вы догадались, что это за персонаж у нас слева, ребята, пишите тоже в комментариях. Ну, просто интересно. Может, докторишка, только зеленый. Ха-ха-ха. Ну, и, ребят, рассматриваем, соответственно, наших 4 персонажа. Вот, можете сравнить характеристики. Это характеристики я сделал, получается, в разное время. То есть, более-менее адекватные я подобрал, потому что иногда эти люди полностью находятся под бустами. То есть, просто так выцепить нереально. Допустим, мы сейчас Изи Вей смотрели, у него характеристики были под 55 тысяч. А здесь, видите, То есть, типа такого. И вот здесь сразу, кстати, видно по характеристикам, как вы видите, да, как кто качает. То есть, Алиса Арна, смотрите, 3 на силу, 2 на ловкость, 1 на талант, 3 на силу. Соответственно, так же качается Савелев и Эпик Шоу. А Изи Вей качается немножко по-другому. У нее, смотрите, 2 на силу, 2 на оживку, 1 на ловкость, 1 на талант. То есть, это разные системы раскачивания. Я уже про это говорил. Есть видео, Сила называется или ловкость, можете посмотреть. Ну и, соответственно, выходит средний параметр. Если вы хотите, ребята, посоревноваться с этими донатами, то есть, вам надо иметь примерно вот такие характеристики, чтобы без проблем занимать первые места. Если у вас нет таких характеристик, то вас просто в мясо разбивают и все, у вас никаких шансов нету. Запоминайте, ребят. То есть, я буду на стриме говорить, какие надо характеристики иметь. Я скажу, вот, под 40 тысяч. На седьмом уровне. На седьмом уровне 50 тысяч, ребята, 50 тысяч. Это я людям говорю, что характеристики под 50 тысяч должны быть на 20-х где-то уровнях. там 24-й уровень там вообще просто жесть вообще. Ну вот, я вам напоминаю, ребята, можете оставить паузу и посмотреть, как каждый из персонажей раскачан, что есть общего, соответственно, у них, что отличается. Ну, это для вас, как бы, получается информация. Можете глянуть сами для себя, сделать выводы, какие основные характеристики получаются у мастеров надо брать. Дальше, ребят, смотрите, я брал за, получается, две недели брал и выцепил людей, у которых вот такие характеристики. Это люди, которые занимают вторые ребята, третьи места, соответственно, на турнирах. То есть, смотрите, у них характеристики подходят, но они слабоватые. Соответственно, чтобы занять места нормально, ребята, со второго по, ну, то есть, девятое место, характеристики ваши должны быть примерно силы 10, ловкость 7, талант 4,5 и живучесть 9. Сейчас меня многие начнут ругать, что мы занимаем места из более слабой характеристики. Да, представьте, ребятам, вот эти вот 9 человек, 9 человек выйдут, соответственно, все в один турнир. Вот просто выйдут в один турнир. Думаете, вы попадете в эти места? Да, я думаю, вы и не попадете. Просто я хочу вам показать, я специально взял с одного турнира, сейчас вам покажу, ребята, я специально взял с одного турнира характеристики люди, которые попали со второго по девятое место. Смотрите, какая разница в характеристиках, соответственно. Ну, просто шедевральное взять, соответственно, предыдущую взять, вот столько было, да, и взять, соответственно, просто один турнир. Турниров много идет с первого по седьмой, поэтому такие вот результаты. Ну и, соответственно, чтобы, ребят, чувствовать себя, так скажем, не сильно плохо, достаточно характеристики иметь сила 5000, ловкость 4, талант примерно 2600 и живучесть 4700. Это характеристики такие, скажем, ну, очень-очень усредненные. Я бы советовал, конечно, качаться примерно до 10 тысяч. До 10 тысяч тогда можно уже 100% всегда попадать с второго по девятое место и чувствовать себя адекватно, соответственно, бить 13 уровни, 15 уровни и так далее. И у вас будет слава расти в большом количестве, просто в прогрессивных количествах. Ну, примерно, да? То есть средние характеристики, ребят, запоминайте, к чему надо стремиться. Это ваши два этапа. Первые это усредненные и второй это турнирные. То есть, ну, если вы хотите с донатами, конечно, посоревноваться, то первая самая таблица это для вас. Ну, так, всем спасибо, ребята, за просмотр. Ставим пальцы вверх. Все-таки я стараюсь для вас. За это видео спасибо Кою, за то, что он проспонсировал создание именно видео-донаты седьмого уровня. На все видео про все у меня ушло очень много времени, именно на сбор информации самой, всей, на ее обработку. Ну, подписывайтесь на канал, ребята, будем делать новые видео, ждут новые вас сюрпризы, поверьте мне, сюрпризы еще будут, и мы продолжаем идти в двум с половиной тысячам, то есть, помогайте, ребята, подписывайтесь на канал, все ссылочки внизу. Счастливо, счастливо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok